Парки аттракционной Беларуси готовятся к новому сезону. Его старт запланирован на конец апреля. Сейчас благоустраивают территории и подготавливают карусели к эксплуатации. Принимать гостей они смогут после скрупулезного технического осмотра. Только в Минске в порядок приводят более полусотни конструкций. Появятся и абсолютно новые. В Беларуси отмечается всплеск наркопреступлений в молодежной среде. В частности, среди студентов и учащихся среднеспециальных учебных заведений. С начала года возбуждено 70 уголовных дел по наркотическим статьям. Ухудшение ситуации связывают с пандемией и активным использованием мессенджеров. В стране проходит благотворительная акция по сбору пластиковых крышек. Их отправляют на переработку, а полученные средства идут на помощь детям, которые в этом нуждаются. Это мировой опыт. Такие же проекты проходят более чем в 40 странах. Для сбора подходят пластиковые крышки из подсока, воды и молока. В мае белорусов ожидают сразу 11 выходных. К такому решению пришло правительство. Праздничные дни 1 и 9 мая, которые обычно не рабочие, выпали на субботу и воскресенье. Однако уже во вторник 11 числа жители будут отмечать радуницу. В связи с этим Совмин принял решение сделать выходным и понедельник 10 мая. Правда, этот день придется отработать в субботу 15 числа. В Минске подведут итоги конкурса на лучший город Беларуси для ведения бизнеса. Церемония награждения состоится в Национальной библиотеке в рамках Третьего республиканского делового форума. Ими станут лучшие регионы страны с наиболее развитой деловой активностью и самыми благоприятными условиями для развития предпринимательства. В конкурсе принял участие 141 регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...